сегодня нарисуем шишки они такие разные красивые посмотрите у них у всех разная форма начнем с самой вытянутой шишки нарисуем овал вытянутый и разделим на такие ровные линии отрезки это как бы у нас рядки такие будут и прорисуем шахматном порядке такие похожие на скобочки чешуйки они идут посмотрите начинаются каждого края и соединяются сверху одну точку и все очень просто как такие треугольнички от вершинки идут и соединяются наверху боковые у нас остаются маленькие как бы такие треугольнички их уже не видно доходим до самого верха верху более тоненькие треугольники и края немножечко изгибаем посмотрите они такие неровные края теперь берем водичку заливаем все и добавляем немного коричневого такой охры немножечко серого одну часть затемняем показываем немного объем вначале у нас все прозрачно вниз еще затемняем по правилу света тени добавляем коричневого и края выявляем форму шишки показываем какая она неровная сразу не рисуем чешуйки подождем пока она немножечко подсохнет и переходим ко второй шишки вторая шишка похожа на фонтанчик посмотрите из точки вот из этой у нас выходят вверх как такие выгнутые линии большие маленькие и сразу кисточкой тоненькой посмотрите начинаю прорисовывать как у фонтанчика выходят такие в разные стороны выгнутые линии внизу более короткие можно взять кисточку чуть потолще и рисуем их разной прозрачности посмотрите одни более прозрачные другие потемнее переходим теперь первой нашей шишки и более темно-коричневым цветом проходим все чешуйки прорисовываем выявляем как бы форму и немножечко цвета сразу меняем то есть коричневого цвета добавляем разные оттенки немного фиолетового немного оранжевого и нижнюю часть каждой чешуйки затемняем как в ананасе мы затемняли можно их делать немного неровными такими форму чешуек не совсем ровная и потихонечку затемняем проходим выявляем формы немного они такие народе на ромбике похоже и не с каждой чешуйки мы затемняем заостряем края краям какие у нас острые становятся можно сразу темной краской но я вот так потихонечку разными оттенками чтобы она была более такая живописная теперь переходим ко второй нашей шишки смотрите какие-то мы затемняем да вот эти веточки какие-то у нас остаются более светлыми здесь вот очень нужно внимательно серединке ветки остаются светлые затемняем нижнюю часть каждой вот этой тоненькой палочки веточки нашей и выявляем теперь форму там где у нас веточка подходит ближе к центру опускается мы ее затемняем и проверяем какая за какой у нас находится округляем где-то кончики затемняем те которые на заднем плане у нас и также разными оттенками смотрим какая светлее какая темнее все что в центре у нас более темная и то что мы не видим вдалеке вот эти веточки тоже темные смешиваем коричневую немножко фиолетовый добавляем черную стараемся не использовать серединочки показываем теперь переходим к третьей шишки она посмотрите немножко похоже на елочку вот здесь можно даже ее форму примерно набросать вот такими быстрыми сразу заливками даже без карандаша наверху как елочка посмотрите а внизу просто таким овальчиком пока делаем просто такой общей массы общей формы силуэтом и такими диагональками проводим более темной коричневой краской полосочки как в ананасе наискосок затемняем каждую веточку на кончике обозначаем форму и самым темно-коричневым теперь выявляем форму каждой отдельной веточки прорисовываем кусочка затемняем нижнюю часть шишки еще посмотрел пока подсохла верхней шишки тоже еще затемняем там где отделяются чешуйки и опять переходим к нижней шишки смотрите сейчас она светлая нужно нижнюю часть каждой веточки сделать более темной коричневой пусть придать еще объем а нижнюю часть вот эти наши ромбики которые у нас получились диагонали мы тоже проходим более темно-коричневой краской добавляем к ней синего фиолетового то есть таких более холодных оттенков и внизу каждой веточки в делаем тень собственную чтобы они у нас отделились друг от друга проходим по низу и рисуем следующую шишку которая похожа больше на кедровую у нее посмотрите более крупные такие вот ячейки тоже диагональки прорисовываем и также прозрачно проходим вначале охры с одной стороны а с другой стороны чуть-чуть по насыщеннее показываем что немножко сверху свет внизу тень затемняем добавляем еще коричневую все немного у нас так растекается то есть первый слой у нас прозрачный вот теперь берем тоненькую кисточку опять берем более темных оттенков и уже проходим тонкими линиями те диагональки которые мы намечали параллельные вот эти линии они идут примерно через одинаковое расстояние просто такая вот сеточка получается меня немножко растекается нужно было подождать но если что пройдем еще раз то есть ничего страшного затемняем нижнюю часть шишки показываем объем выделяем делаем немного и неровный набираем еще более темно-коричневый вот с фиолетовым я синим немного смешиваю и смотрите по по низу каждой ячейки я теперь тоже затемняю чтобы показать объем отдельно каждого вот этого сектора нашего примерно так же как мы рисовали в ананасе за счет этого каждая чешуйка отделяется друг от друга смотрите теперь более такие холодные оттенки коричневый немного синим черный мы не берем проходим боковые тоже части посмотрите выделяем делаем более рельефную форму еще раз проходим четко по каждому сектору низ затемняем вы можете попробовать нарисовать несколько шишек теми способами которые вам больше всего подойдут то есть смотрите мы попробуем нарисовать во первых разные сорта шишек и попробуем разными способами я думаю что вам будет интересно и форму у шишек разные да и размер и пропорции и само строение силуэт шишки очень интересный поэтому это такое я бы сказала занимательное увлекательное занятие прорисовывать все детали ну вот почти она у нас готова еще раз затемнил вниз каждого отсека посмотрите нижняя часть шишки более темная верхнюю нас остается более светлая за счет этого она становится нас более объемная следующая шишку нарисуем просто прикладываем кисти смотрите нужно будет кисточку набрать охры а самый кончик взять более чем коричневых таких темных оттенков сейчас будем прямо каждый рядок прикладывать кисть смотрите сохраняя форму каждый рядок идем кистью как бы каждую каждую мы показываем чешуйку у шишки внизу чешуйка более темная нас на кисточке видите более темный кончик вот мы прям набираем темно-коричневого и показываем края шишки более неровной формы теперь берем тоненькую кисточку и как бы объединяем каждый рядок более темным оттенком я немного перевернул что было удобнее прикладывать ну а теперь вот объединяем затемняем где-то разделяем каждая чешуйка в отдельности как бы мы ее чуть-чуть прорисовываем и низ затемняем теперь смотрите я взяла белила на тоненькую тоненькую кисточку и где-то где у нас будет свет верхние части чешуек высветляю и смотрите вот эти которые на нас веточки идут выделяю более светлым то есть теперь немного детализируем эти чешуйки которые у нас сверху верхнюю часть высветляем теперь взяла еще и коричневый фломастер и посмотрите он более контрастно подчеркивает и отделяет каждый сектор внизу как реснички показываем такими штришками и еще форму боковую тоже выявляем такими остренькими проходим тени отделяем каждую веточку и прорабатываем более четкую форму так в каждой шишки еще смотрим где что надо затемнить сделать более контрастные здесь я затемняю края выделяю и форму еще раз подчеркиваю затемняю то что идет ближе к центру и внизу тень каждой веточки ну вот шишки почти получились похоже форму каждой края еще подчеркиваю какие-то остренькие как какие-то наоборот округлые форма разная смотрим внимательно где какая и подчеркиваем тени чтоб все отделились друг от друга теперь смотрите последняя шишка рисуем как бы кораблик такой намечаем сверху треугольник внизу полукруг и делим нижнюю часть опять на диагональ ки смотрите их несколько где-то 3 и 3 теперь верхнюю часть объединяем в ромбике получается такие где-то 4 ромбика наверху прорисовываем отдельно каждый ромбик теперь смотрите отступаем немного вверх и от каждой точки ромбика рисуем наверху еще один два ромбика посмотрите боковые у нас уже сокращаются будут веточки как бы уходить мы их не видим теперь от второго ряда вверх еще подымаем рисуем следующую часть ромбиков в шахматном порядке они идут и еще раз подымаем смотрите уже два получаются таких ромбика это у нас края наших вот этих веточек получится теперь заводим к центру прорисовываем палочки выгибаем все они растут из центра и последняя верхняя веточка уточняем мы получше выявляем смотрите на кончик у нас остаются эти ромбики а под ними как бы веточки нижняя часть шишки у нас все состоит из таких ромбиков стираем и берем опять прозрачную коричневую краску всегда начинаем с более прозрачных таких коричневых оттенков все просто прохожу заливаем сразу не надо темнить затемняем только вниз у нас в теме будет чуть-чуть потемно и теперь каждую веточку как бы ближе к центру где она у нас уходит много затемняем тоже то есть вот этот ромбик у нас остается более светлый они с каждой веточкой беру коричневый опять немножко с фиолетом смешиваем и выявляем нижние ромбики прям вот проходим их по форме отделяем как сеточками такими вот уже у нас становится на шишку похоже вот так потихонечку затемняем показываем тени каждой веточки добавляем немного серого такого оттенка смотрите еще вверху каждого ромбика идет такая еще маленькая как палочка отрезочек такой вот я показываю тоненькой кисточкой все разделяю чуть-чуть и обрисовываю каждый вот этот кусочек пусть он остается светленьким каковые немного такие ромбики немножко неровной формы сами веточки более темные то есть ромбики светлые палочки сами затемняем ну вот уже становится совсем похоже на шишку думаю у вас тоже все получается главное не спешите немножечко погибаем каждую веточку как фонтанчик то есть никак они ровные палки немножечко выгибаем такая изогнутая линия в разные стороны ну вот еще раз затемняем вниз делаем форму немножечко неровной и так же беру теперь коричневый фломастер и еще раз более контрастно прохожу по каждой веточке шишки эти можем нарисовать в открытках скоро мы будем рисовать новогоднюю открытку рождественский венок вы можете использовать любую шишку какую вам понравится потренируйтесь разными способами я думаю что у вас тоже получатся такие вот интересные шишки надеюсь у вас тоже получилось до новых встреч